Нотные грамоты для незрячих, роботы-педагоги и беспроводная гарнитура для управления вертолетом, инновационные разработки сибирских ученых, помогают людям с ограниченными физическими возможностями забыть о своих недугах. Какие из них уже работают, расскажут мои коллеги. Чайковский, Бах, Гендаль. Уже четыре года музыкальные произведения переводят на язык Брайли в библиотеке для слепых. Шесть сборников, в которых десятки пьес, но только для ребят-аккордеонистов школ искусств номер два. Над специальными нотными тетрадями трудятся всего три человека, в том числе педагоги музыкальной школы. Но в 2017 году эти нотные грамоты могут стать доступными для инвалидов всей страны. С 1 января организация войдет в состав областной библиотеки имени Пушкина и получит новые ресурсы. Кадры, возможность участвовать в федеральных грантах, а главное – издательскую лицензию. Я надеюсь, что вот с развитием проекта мы будем издавать ноты не только для детей, но и уже для профессиональных незрячих музыкантов, которые, ну я это знаю по себе, поскольку сам музыкант, которые испытывают огромный дефицит вот сейчас нотной продукции. Это приходится где-то выскребать или покупать за огромные деньги за рубежом. Люди с ограниченными физическими возможностями в будущем смогут сэкономить не только на заграничных нотных тетрадях, но и на колясках. Новосибирские разработчики готовы начать серийное производство кресел вездеходов. На них можно легко подняться по лестнице, проехать не только по асфальту, но и по сельским грунтовым дорогам. Устройство может развивать скорость до 8 километров в час. Будет оценен спрос, насколько эти коляски хорошо пойдут. Получена медицинская сертификация. И там уже будет идти речь о включении в перечень единственного поставщика, чтобы можно было на государственных закупках реализовать эту продукцию проще. Но если новосибирские разработчики пока только пытаются выйти на российский рынок, то кемеровские уже используют свою инновационную технологию. Дети управляют вертолетом силой мысли. Психологи реабилитационного центра отмечают, благодаря такому научно-развлекательному методу здоровье маленьких пациентов заметно улучшается. Вот гарнитура, да. Эта гарнитура одевается на голову и она считывает сигналы головного мозга. Когда мы с вами мыслим, у нас образуются таких, так скажем, электропотенциалы. И вот этот вот сигнал электрический, вот эта гарнитура, она считывает. Как электроэнцефалограмма. Движений всего четыре. То есть поднять руки, сесть, встать и покрутить головой. Игровой метод развития детей хотят применить и в Томске. Здесь малышей с гиперактивностью будет воспитывать робот. Это поможет им научиться концентрировать свое внимание. НАО, так зовут робота, показывает движения, а ребенок должен их запомнить и попросить НАО повторить в той же последовательности. Правда, пока это всего лишь разработка и говорить о массовом производстве рано. С нашей точки зрения, реализованная идея, вот эта разработка может быть положена в основу терапевтических методов, которые применяются при работе с детьми. Мы очень надеемся, на самом деле, что цена этих роботов со временем, она и так снижается, со временем будет снижена до того порога, когда этих роботов могут позволить себе приобретать и детские учреждения, и школы, и детсады, и ясли. Тахминат Инысова, Павел Теунов и Константин Дебегенко. Новости здесь, Омск.